Ну ладно, это был добрый стишок. А сейчас было печальное. В моем советском детстве было мало стихийных бедствий. Все действовало на автомате. Ходите гирьку в томате, нате. А если не хотите, то получите питательную морскую капусту. С врагами народа было не густо. От каждого врага империи оставались не то что перья, но малая щепоть экскрементов в стране великого эксперимента. И западные варвары до сих пор с опаской глядят к нам через забор. И Путин сквозь пелену Путин, сквозь шум дискуссии, будем или не будем, разрешать мужикам друг на друге жениться. Видит покрытые жрамами лица императоров древнеримской державы. Почему Путин выглядит маложаво? Почему на Челееву морщинок нету? Потому что у нас тут империя света. Сарматы и скифы сгинули, а Мар-2 живет. Где гунны? Гуннов нету, а украинцы вот. В Пополжье чуваши жуют кавказские беляши. Евразийский мир более-менее совпадает с территорией, где жуют пельмени. Только на востоке с рисом, а на западе с салом. Может быть, и водоем друг другу по сусалам. Может быть, даже пару человек искалечим. Но потом сами же друг друга и полечим. Запомни простой закон. Империя — это дракон. Ему срубаешь голову, а вырастают две. Так не руби его мечом по умной голове.